Приветствую вас, аноним. Давайте разберём ваш вопрос. Сразу хочу сказать, что вопрос унижения – это вопрос ваших ценностей. Словно говоря, то, что для одного человека является унижением, для другого человека таковым не является, и наоборот. Поэтому, если вы чувствуете, что с точки зрения ваших ценностей, с точки зрения ваших, условно говоря, взглядов и прочих, то, что вы хотите сделать, то, что вы хотите написать своему мужу, является унижением, то, конечно, лучше этого не делать. Потому что, в случае, если муж, как бы, ответит вам, там, не так, как вы хотите, то вы будете чувствовать себя унижением, это правда, и связаны это будет, в первую очередь, с тем, что вы сами предали свои ценности. Вот. Здесь, пожалуй, распространённой ошибкой является то, что люди думают, что если они отходят от своих ценностей, да, то есть если они там делают что-то, что в их ценности не вписывается, и что делает их, соответственно, униженными, да, ну, или, там, они идут на жертвы определённые, то люди другие, ради кого это делают, это обязательно оценят, и будут поступать в соответствии с этим. Нет, 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 ещё раз, нет, для людей это просто обычное действие, и не более того. Вот. К сожалению, или к счастью, этого я уже сказать не могу. Поэтому, как бы, это вам решать, то это для вас является унижением. Другой вопрос, если вы хотите, другой вопрос, если вы хотите изменить свою систему ценностей. То есть если вы, там, условно говоря, пришли к выводу, что вот то, чем я руководствовалась, или руководствуюсь, ну, как бы, не совсем мне нравится, не совсем меня, там, условно говоря, не совсем меня удовлетворяет, да. Вот. И, как бы, если это так, то систему ценностей можно поменять, можно её начать менять, по крайней мере. Вот. Если вы хотите, конечно. Но только вот при условии, если вам это нужно. Если вам это не нужно, то лучше этого не делать. Лучше этого и не делать дальше совсем. Вот. Потому что никакого эффекта этого не будет. Никакого эффекта этого не будет, ну, от этих усилий ваших, грубо говоря. Вот. Это то, что касается унижения. Резюме, как бы, такой вот, промечуточный итог здесь, на мой взгляд, в том, что человек может унизить себя только сам. То есть, не может унизить человека кто-то другой. Это сделать ненормально. А вот сам себе человек даст унизить вполне способны. К сожалению. Следующее. Это то, что касается, значит, ну вот, некой такой, вашей, можно сказать, перспективы. То есть, как мы будем, там, как и что мы будем делать дальше. Ну, условно говоря, да? Вот. То есть, ну, как мы будем действовать, например. И то, что вы хотите вернуть. Понимаете, как бы, когда муж говорит вам, что ему одному проще, это всё-таки свидетельствует больше о том, что ему с вами тяжеловато. То есть, его напрягают как-то вот с вами, ну, там, образно говоря, ребом. И сколько угодно может быть ему хорошо с вами, но в данном случае, как мне кажется, напряжение больше. И напряжение – это проблема. Напряжение – это не просто проблема. Это, образно говоря, системная проблема. То есть, это просто старающаяся системная трудность. И вам необходимо сделать анализ своего поведения, определить свой вклад в то, почему мужу сложно. Повторюсь, только свой вклад, ни больше, ни меньше, потому что муж, он тоже ответственен за то, что ему тяжело, да? Вот. И посмотреть, что вы можете с этим сделать. И можете ли вы с этим сделать что-то, и хотите ли вы с этим что-то вообще делать. Вот. И уже тогда можно будет о чем-то, условно говоря, говорить. Вот. Так, если просто вы хотите все вернуть. Ну, мягко говоря, это не дальновидное решение, потому что что именно возвращать, да, как бы в одну реку дважды войти нельзя, и всё как было, вы не вернете. То есть, это невозможно. Вот. Поэтому, очень важно, как-то вот, обратить на это внимание. Вот. Ну, по возможности, по возможности, конечно. По возможности обратить на это внимание. Потому что элемент это важно. Вот. Что вы, ну, какой вклад вы вносите, вот, в то, что мужик жил, и так далее. Да? Вот, он с твоей стороны тоже, тоже, и так далее. Вот. И вот, пока эти вещи, эти вещи пока не сделаны, пока вот это не сделано вам, я бы сказал, что двигаться в сторону, в сторону восстановления отношений не особо имеет смысл. Вот. Вот. Потому что, ну, вернете в отношения, а что дальше будет, как-то. То есть, что дальше? Проблема, да, останется. Вот, она никуда не уйдет, никуда не денется с проблемой. Вот. Поэтому, вот. Поэтому, тут, вот, такой, такой есть, наверное, не очень, не очень для вас приятный нюанс. Желательно бы, желательно, чтобы вы сами для себя как-то вот определили, да, зачем я хочу все вернуть. Да, для чего я хочу все вернуть. Что мне нужно, чего мне не хватает. Так, здесь вы, сейчас я найду, так, расстались на том, что я у него, а, вы, вот, не пишите, а, из-за чего вы не вместе вообще-то, говорят. То есть, то есть, ну, там, по какой причине вы не вместе, вы не описываете это, а это очень важный момент. А, почему вы не вместе, то есть, ну, что, по сути, причине для того, что вы расстались, кто был в затором расставания, и решена ли как-то эта проблема, условно говоря, сейчас, вот. Если, 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 проблема не решена, сейчас, вот, то, опять же, а зачем сходиться? То есть, меня, вот, смущает то, что вы хотите все вернуть, но все вернуть не получится, потому что это опыт. Расставание, это опыт, и опыт меняет людей, меняет вас, меняет вашего мужа, ну, вот. Ошибка думать, что можно, можно, ну, просто все с чистого листа начать, нельзя. Это сделать невозможно. Вот, такой ответ я мог бы вам дать, да. Я решил опять не наговорить, но так на шаг навстречу, а компромисс в чем, вот, о чем вы поговорили, вот, дальше. Вы спрашиваете у него, как, дальше будем решать, разводится или нет, но, по сути, вы перекладываете ответственность на него, в этом вопросе, а сами свою позицию выразить вы стесняетесь. Вот, ну, знаете, условно говоря, там, вас что-то сдерживает, чтобы выразить свою позицию. И я бы хотел, чтобы вы, не знаю, постарались понять, с чем связано то, что вы на мужа перекладываете ответственность за принятие решения, касательно вам, вам, моих. Вот, и что сдерживает вас в выражении своих чувств, своих, ну, своей позиции, вот, по поводу, вот, перспективы ваших отношений, условно говоря. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я желаю вам всего самого доброго и удачи.